Пешкекский городской суд сегодня рассматривал уголовное дело, связанное с незаконным освобождением Азиза Батукаева. Фигурантом ранее уже был вынесен приговор Первомайским судом. Сегодня решалось, оставить ли его в силе. 14 августа 2020 года судебные коллегии по уголовным делам Пешкекского городского суда рассмотрено уголовное дело, связанное с незаконным освобождением из мест лишения свободы Азиза Батукаева. В результате приговора Первомайского района суда города Пешкека 23 июня 2020 года оставлен без изменения. Напомним, по решению первой инстанции Алмазбек Атамбаев получил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Индиру Джолдубаеву бывшего прокурора обязали выплатить штраф в размере 5 миллионов сомов. Бывшего же советника главы ГСИИН Калычбека Качканалиева приговорили к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание. Многие эксперты отмечают, было очевидным, что городской суд оставит в силе решение Первомайского, потому что судебные разбирательства проходили открыто и без нарушений, констатируют наблюдатели. А вынесенный приговор не вызвал в обществе никакого недовольства. У нас очень, знаете, чувствительное общество, и запрос на справедливость у нас очень высокий. Ну, мы пережили очень много митингов. Но здесь мы увидели абсолютную тишину в общественном восприятии этого приговора. То есть, мне кажется, что общество понимает, что, по сути дела, там было преступление. И вот попытки, так сказать, сделать из Алмазбека Шишеновича политическую жертву, она здесь тоже не получилась. Потому что, ну, общественность достаточно спокойно восприняла этот приговор. И это показывает, что да, значит, там были совершены противоправные действия. В августе 2006 года Ламединский районный суд приговорил Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако 9 апреля 2013 он был досрочно освобожден, так как комиссия признала его смертельно больным. Позже следствие установило, что криминальный авторитет вышел из мест не столь отдаленных по указу бывшего президента Алмазбека Тамбаева. Понятно, что это была коррупционная схема. Без участия президента на тот момент вопрос по Батукаеву не мог быть решен физически. Потому что он не просто как бы там вышел на свободу, он улетел в другую, в Россию, в другую страну. И все это, конечно, безусловно, решалось на высшем государственном уровне. То есть это было однозначно преступление, связанное со злоупотреблением, служебным положением, с коррупцией. Все-таки у нас страна, а не магазин. В деле о незаконном освобождении Азиза Батукаева фигурирует 19 человек. Среди них бывшие чиновники, представители правоохранительных органов, врачи. Судья, прокурор, все они там, все в спешке делали. Надо было сделать как? Дайте контрольный мазок. Это даже без судебного процесса так делается, чтобы врачебной ошибки не было. Видите, вот Ахсакал, он уважаемый человек, как он на это тоже пошел. Это третий момент. Кроме закона у нас должна быть совесть. Каждого, особенно врачей, профессиональной этикой клятвы Гиппократа дают. 14 фигурантов пошли на сделку со следствием. Проще говоря, согласились уличать своих сообщников. Среди них экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-глава МВД Заралбек Рысалиев и бывший генпрокурор Аида Солянова. Дела этих фигурантов рассматривались отдельно с Свердловским районным судом. В соответствии с требованием статьи 391 Уголовного процессуального кодекса, если человек дает показания, уличающие совершение преступления других лиц, с ним составляется соглашение о сотрудничестве и выделяется, и в этом соглашении оговаривается, какой вид наказания должно быть применено, в частности, штраф. На сегодняшний день рассмотрено 10 в отношении 10 обвиняемых. Виновные получили наказание в виде штрафа в размере от 260 до 300 тысяч сомов. Еще продолжаются судебные разбирательства в отношении экс-главы Минздрава Динары Сагенбаевой, бывшего заместителя прокурора Нарынской области и его помощника. Не вынесен также приговор и бывшему генпрокурору Аиде Соляновой. Кстати, недавно она попросила суд рассматривать ее дело в общем порядке. То есть, она не признала своей вины и попросила суд передать дело, рассмотреть данное ее уголовное на общих основаниях, в связи с чем судом было прекращено уголовное дело в отношении Солянова, и дело передано в суд обратно для того, чтобы рассмотреть на общих основаниях. Когда будет вынесен приговор в отношении Аиды Соляновой и в трех других фигурантов дела, в правоохранительных органах не сообщают. Сам же Азиз Батукаев, по информации МВД, отбывает срок в Чечне за хранение оружия. Екатерина Токамбаева, Эмиль Талабекулу, Пирамида.